вам. Сейчас вашему вниманию предлагаем следующую программу. Это передача Свет Слова. Как всегда, у микрофона Роман Пальников и Василий Савченко. Я напоминаю номер телефона для ваших звонков. Великод города Сокроменто 916, телефон 429-7635. Также вы можете воспользоваться скайпом, имя в скайпе iBratTV. Приветствуем вас, братья, и внимательно слушаем. Добрый вечер, добрый день. Кто нас сегодня слушает, смотрит, приглашаем вас на эту передачу. Она идет в открытом эфире. Можете звонить, дозваниваться. Мы с удовольствием будем общаться с вами. А вначале мы совершим молитву для того, чтобы Господь благословил ход этого служения. Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты даешь нам эту благодать, которую мы имеем. Мы благодарим Тебя, Господь, за Слово Твое, которое Ты оставил, за Духа Святого, который открывает нам истину для того, чтобы нам не только знать, но и исполнять эту истину в жизни. Благослови, Господи, ход этого служения, да прославишься Ты в нем, наш вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Сегодня мы вместе с вами хотели немножко посмотреть, поразмышлять о очень практичной теме. эта тема касается некоторых христиан, некоторых верующих. Это условия для исполнения Слова. Почему некоторых? Потому что не все ставят перед собой цель, чтобы исполнять именно Слово. Некоторые хотят исполнить религиозность и другие вещи, или как их научили. А некоторые ставят себе вот такую цель исполнить Слово. И исполнить его правильно. И перед тем, как мы его начнем исполнять, есть некоторые условия. Но перед тем, как мы об этом поговорим, я хочу задать маленький вопрос. Что ожидает тех, кто исполняет и не исполняет? Кто исполняет и не исполняет. Ну, Христос прямо сказал, «Если кто исполняет, тот войдет в Царство Небесное, и он уподобляется человеку, который строил, построил дом свой на камне. Тот, кто не исполняет, построил на песке. И те, и те слушали, одни исполняли, другие не исполняли». Когда человек не исполняет, Христос говорит, что падение дома гарантировано. Ты сказал, что некоторые исполняют как бы религиозным образом. Ну, если спросить у человека, согласен ли ты поступать по духу или по рельсам религии, конечно, человек скажет, я духовный. То есть, вот эти понятия или представления религиозности не всегда человеку открыты. Даже человек может жить в религиозности и не замечать. Вот мы знаем времена, когда Христос ходил с учениками. Христос говорил с фарисеями, говорил с саддукиями, говорил со священниками, с первосвященниками, с законниками. Со всеми разговаривал. И каждый отстаивал свою правоту. Никто не был согласен, что он гроб с костями. Но не согласны были. Они думали, они считали, что у них все в порядке. Но Христос говорил прям, говорил истину, говорил их настоящее состояние. Не то, как они о себе думали, а то, как было видно в духовном мире. Это здесь перед людьми мы можем показаться. Но в духовном мире мы есть то, что мы есть. Если человек религиозный, в духовном мире он религиозный. Если он плотской, в духовном мире он плотской. Среди людей он может показаться набожным, может показаться духовным, может показаться благочестивым, но это только внешне. А перед Богом или перед духовным миром, я имею в виду и ангелов Божьих, и ангелов Сатаны, они знают, кем является по-настоящему человек. Они знают. То есть мы тут можем притворяться или что-то из себя представлять, а в духовном мире там нас знают. Там нас знают, как мы читаем в Деяниях, люди пытались изгонять нечистых духов именем Павла, который знает Христа. Говорят, ну и того, и другого мы знаем, а вы кто? То есть мы можем думать о себе, можем представлять, можем даже людям внушать, что мы на духовной высоте. Но это не так важно перед духовным миром. Мы здесь людям можем говорить что угодно, думать что угодно, читать любые книги, иметь любое представление. А в духовном мире мы весим вот столько, сколько мы знаем истину. То есть реальность одна, да? Реальность одна духовная, да. То есть если я знаю истину, я вот в духовном мире представляю опасность для врага по мере своей духовной истины. Если я не знаю, я могу быть, знаете, тут самым великим пастырем церкви, лидером какого-то движения, лидером какого-то объединения. Да, люди сегодня становятся, и мы знаем, люди далеко не духовные, становятся лидерами больших церквей. Это факт, это есть, это сегодня не секрет. Можно занять какую-то позицию в церкви очень просто. Собрать таких же людей, собрать общество, иметь ораторские способности, иметь дело с дипломатией. То есть человек может договариваться, человек может что-то устраивать. И люди думают, ты смотри, ну мы прям нужно пастырем ставить, да и все. Ну это можно занять перед людьми, как я уже сказал. Можно собрать организацию, назвать ее церковью, можно поставить человека директором или начальником этой организации и назвать его пастырем. То есть перед людьми это можно сделать. Но как насчет духовного мира? Там в духовном мире о нас такого же мнения, как мы о себе, или там другого мнения о нас? Вот что очень важно сегодня. Поэтому слышать, мы все слышим, строить тоже что-то строим. Это наша жизнь, стройка, это наши слова, это наши мнения, это наши дела, это наши поступки, это наши эмоции, это то, как мы себя проявляем. То есть проявляется потом, в конце концов, фундамент. Да, а уже когда ветер подует, и туда и туда будут ветры дуть, придет испытание и тому, и другому человеку, и выдержит тот, кто стоит на камне. Камень – это Христос, камень – это истина. И, как я уже сказал, многие, не многие, а все, наверное, думают и мечтают и желают строить именно на камне. Как я уже сказал, вся эта плеяда и фарисеев, и садукеев, они и священников, они все думали, что стоят на твердом основании. Но оказалось, что они вообще-то основания не имели, даже не имели понятия, что такое основание. Поэтому будем сегодня разбирать слово с той целью, чтобы нам убедиться, вообще-то мы знакомы с основанием, вообще-то мы себя проверяем, где мы, что мы строим, с чего мы строим. Вообще-то мы подходим под категорию строителей, или, быть может, мы только мечтатели. Мы думаем, вот как бы нам построить, Господи, Ты уже сам за нас что-то сделай. Мы вернемся к тексту, который мы читали в прошлый раз, и мы еще вспомним то, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы читали послание Якова, первая глава, выборочно будем читать. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышании, медленно слова, медленно гнев и так далее. Мы будем, я не буду все читать, потому что мы в прошлый раз читали, это послание Якова, первая глава, с 19 по 25 стихи включительно. Мы будем сейчас очень суммировать, потому что тема очень большая и очень насущная. Итак, Яков обращается к братьям. Во-первых, для того, чтобы исполнить слово, человек должен быть рожденным свыше. Это первое условие, рожденным свыше. Рождение свыше человек получает тогда, когда он верит, что Христос взял его грехи, что Отец Небесный, Бог прощает человека ради Иисуса Христа. Христос является жертвой за поступки, за беззаконие, за грехи, за все неправильные действия человека. Человек исповедует свои грехи, человек верит, что Бог ради Христа его прощает, не вменяет грехов, не вменяет преступлений. И когда человек имеет такую веру, первый раз, когда он принял такое решение, поверить. Кстати, поверить – это еще такая небольшая вставочка. Поверить – люди говорят, что человек не может поверить. Ну, конечно, это опять-таки не евангельское учение. Человек не то, что не может, он должен поверить. Должен. К нему обращается Господь с повелением, чтобы он поверил, чтобы покаялся, чтобы обратился. Что такое поверить? Человек не должен ожидать чувства, верю я или не верю. Потому что даже верующие люди имеют неправильное представление о вере. Они веру сравнивают или смешивают с чувствами. Вот сколько я чувствую, столько, наверное, я и верю. Вера – это ваше решение. Вы должны решиться, верить или не верить, соглашаться или не соглашаться. Чувства здесь не играют никакой роли. Вера – это ваше согласие, это ваш выбор, это ваше личное решение. Итак, чтобы родиться свыше, нужно согласиться со Словом Божьим. Что оно говорит? Покаяться? Во грехах будем каяться. Верить, что Христос простил мои грехи? Отец простил ради Христа. Будем верить. Верить, что Отец возложил все мои грехи, все мое беззаконие, всю мою вину на Христа. В это нужно верить? Я соглашаюсь. Чувствую, не чувствую, вообще чувства в стороне. Они за дверями сердца стоят, чувства. Здесь они ни при чем. Они могут сыграть только коварную роль. Они могут только надломить мою веру, если только я буду прислушиваться к чувствам. Поэтому мы не чувствительные люди, мы верующие. Вера и чувства – это как север и юг. Это разные вещи, полярные. Это первое условие. Первое условие – стать братом, стать рожденным свыше. То есть покаяться, поверить, что Христос прощает грехи. Не основываясь на чувствах, основываясь сугубо на Слове Божьем. Так говорит Господь. Дальше. Для этих братьев, которые уже стали братьями, Писание не останавливается только на спасении. Это не главная цель – спасти человека. Иногда люди думают, что это главная цель – спастись. Но представьте себе, человек, вот младенец, родился в этот мир. Главная это цель или не главная? Это важная цель. Но это не главная цель. Он родился. Главная цель какая? Вырасти, выжиться с взрослым человеком и совершить свое дело. Вот это главная цель. Для этого нужно родиться. Опять-таки, у некоторых людей представление, будто бы спастись – это главная цель. Но это не так. Писание говорит, что нам нужно спастись для того, чтобы прославить Бога, прославить Отца, прославить Христа, проявить волю, которую оставил Господь в Священном Писании в Библии. Исполнить волю. Вот это главная цель. Для того, чтобы нам исполнить главную цель, необходимо родиться свыше. То есть, рождение – это один из пунктов, один из шагов к исполнению воли Божьей. Ну да, чтобы душа могла проявляться, ей необходимо родиться, младенцу необходимо родиться, а потом он уже должен вырасти и идти вперед, уже делать свои дела. Когда мы читаем послание Коринфянам, апостол Павел пишет, люди родились свыше, они стали братьями, но не поступали по плоти. И апостол Павел их сильно в этом обличает. Говорит, братья – неправильно. Да, вы покаялись, да, вы родились свыше, да, вы что-то получили, но вы живете по плоти. Что же получается? Они бы сказали, а мы выполнили главную цель, а вот исполнение воли Божьей и проявление любви – это второстепенное. Но это не так. Родиться свыше нужно, это первый шаг, это старт. А дальше человек должен, необходимо ему исполнять волю. Мы читаем, Христос говорит, пример, лоза и веточка. Если веточка не приносит плода, ее отрезают. Хотя-то и веточка, и на лозе самым легальным образом туда попала. На Христа попала веточка. Значит, что, если человек зациклится и остановится на том, что он спасен, родился свыше и остановится, ну, знаете, его отрежут со временем. Ну, а как же вот люди молятся, например, говорят, на все пусть будет воля Божья. Вот все, что с нами плохое и хорошее случается, это все воля Божья. Ну, это вообще люди либо лукавые, либо не знают Писания, либо не рожденные свыше. Потому что, что они имеют в виду, когда так говорят? Что, что со мной не происходит, в этом да будет воля Божья. Как это так? Вообще, какой смысл туда человек вкладывает? Писание говорит, вы изберите путь. Вот представь себе, что человек избирает ложный путь. И потом говорит, Господи, уже все, что выпадет на этом пути, это Твоя воля. Ну, конечно, воля. Господь говорит, есть закон, выберите зло, а вам будет зло. Вообще-то, Бог установил такой закон. Вы знаете, Бог сказал, пойдете, если будете слушаться Мне, будут благословения. Не будете слушаться, будут проклятия. Если человек избирает, смотрите, избирает, не Бог его толкает, сам человек избирает. А дальше уже случается то, что Бог установил. Закон сения и жатвы. То есть, человек, который переносит у себя в жизни проблемы, всевозможные бедствия, падения, зло всякого рода. Вот как мы читали, дом построил, разрушился, семьи разваливаются, личная жизнь разваливается, отношения с Богом разваливаются. Человек разочарование переносит в жизни. Радости нет у него. Радости нет и так далее. Откуда это? Человек сам в этом виноват. Сам в этом виноват. Он избрал путь падения, избрал путь проклятия, избрал путь наказания. Ведь Писание говорит открытым текстом. Изберите с Господом благословение радость, мир, праведность, любовь, всякие духовные качества, которые мы читаем. А без Бога теснота всякой души, депрессия всякой души. Это без Бога. Можно сказать, что Божья воля? Нет. Просто Бог установил закон такой. Он не хочет, чтобы люди шли ложной дорогой. Христос говорит, я путь, двигайтесь моим путем. Итак, первое. Стать братом, стать рожденным свыше. Следующий момент. Человеку необходимо быть быстрым на слышание. Что это значит? Подбежать там, где ословие говорят? Или как-то быстрее все слушать? Быстро, наверное, ехать с огранией. Наверное. Знаете, есть люди, которые... Вот черта характера. Например, человек вор. И он ворует везде. Вот он зашел в автобус. И он уже пока зашел, уже двоих-троих людей в карманы обчистил. Он скор на воровство. Зашел в магазин, что-то там украл. Зашел в банк, каким-то образом там что-то украл. Вот он скор. Он готов всегда делать то, что он делает. Есть люди, которые, я видел, по городу ходят, у них какой-то музыкальный инструмент с собой. Вот он остановился, играет. Остановился, уже играет. То есть он скор на проявлении своего таланта. Вот это у него внутри есть. Есть люди, которые будут играть только где-то в оркестре, только при какой-то аудитории. Этот человек не скор. Этот человек очень лимитирован. Он может играть в определенных условиях, при определенном свете, при определенной обстановке, чтобы его попросили. Обязательно должен быть галстук особого цвета. А иначе он играть не будет. То есть этот человек лимитирован. Он не может. Другой он может. Есть футболисты, будут играть только в какой-то важной команде, только в какой-то лиге и так далее. А есть футболисты, он все время с мячом ходит. А остановился, уже играет. А остановился, уже тренируется. То есть, понимаете, речь идет о характере, о подходе, о настроении. Скор на слышание. Человек всегда держит свое ухо на готове. На готове. Читая Писание, готов что-то услышать, говорит Господь. Пришел в собрание, готов услышать. Да, проповедники, знаете, даже проповедники несовершенные. Один приходит и настроен замечать недостатки. Он готов, и он заметит. А вот спросите людей после собрания, кто что увидел. Ты знаешь, вот тот пришел не в том костюме. А вот у этого уже туфли, наверное, он что-то там уже зарабатывает, и уже пошла зависть. Человек заметил, кто на какой машине приехал, заметил. Люди скоры замечать плотские вещи, душевные вещи, греховные вещи, недостатки готовы замечать. Прическа поменялась, платье поменялось, брошка поменялась, еще что-то поменялось. Проповедник сказал, ой-ой-ой, да он же там опять в самый такой важный момент чихнул, или зевнул, или не то слово вставил. А заметили ли вы, что Дух говорит церквям? Написано, Дух говорит церквям. И это вы заметите только тогда, когда, идя в собрание, вы будете настроены. Я иду слушать Духа Святого. Проповедники всегда имели недостатки, всегда. Если вы возьмете Моисея, вы знаете, сколько у него недостатков было? Да он говорить правильно не мог. У него были сложности с речью, дефекты были речи. Он не мог говорить прямо, ораторски, не мог. Но если мы почитаем, сколько Господь проговорил через Моисея, для него Арон был транслейтором, переводчиком. Языком его был. Поэтому быть скорым на слышание, не скорым замечать недостатки, а скорым услышать, что сегодня скажет Господь. Я иду в церковь, я иду в собрание, я читаю Библию, я слышу передачу, слушаю передачу. Или там еще какой-то интернет, мало ли что мы слушаем. Когда речь идет о Слове Божьем, что говорит Дух? Что Он мне скажет? На мне лежит ответственность услышать. То есть принять внутри решение, поставить как принцип у себя такой внутри. Настройка внутренняя должна быть. Я готов сейчас слушать. Все, я отключаюсь от всего, никакой суеты, никаких дел. Я буду слушать. Я настроен, я слежу за мыслями. Следующий пункт, о котором мы говорили, это медленно слова, медленно гнев. Медленно слова, медленно гнев. Это, кстати, очень такое явление, которое у человека происходит как бы странное. С одной стороны, Яков пишет, слушайте слово, настраивайтесь на слово, будьте медленны на слова и на гнев. Вот здесь речь идет о проявлении плоти. Когда человек подходит к Слову Божьему, у него могут возникать, как мы читаем, как мы видим, негативные реакции. Хочется не то слово сказать. Вот проповедник сказал слово, допустим. Он поделился истиной. И вот в этой проповеди он допустил, ну, скажем, погрешность. Не то слово вставил, не так выразился. Вот человек на выходе из собрания говорит, а ты слышал, как тот проповедник, да не то слово вставил. Стоп. Давайте мы поставим на паузу этот разговор. Почему человек говорит об этом? Он обратил внимание. Да, проповедник сказал, ну, слушатель, слушатель, услышал, что проповедник, допустим, ошибся. Хорошо. Что дальше? Медленно слова. Когда человек видит недостатки других, в этот момент он должен не обращать на них внимания. Он пришел с какой целью? Он пришел с целью услышать слово. Представьте себе, человек пришел на рыбалку. Пришел на рыбалку, и вот он ловит. У него цель поймать рыбу. Вы знаете, и ветер может быть, и погодные условия могут быть, и еще кто-то может прийти помешать, и моторная лодка может проехать, и солнце может выйти светить ярко, и мухи могут летать. Помех масса. Он пришел для того, чтобы поймать рыбу. Он с целью пришел. Когда вы идете в собрание, проверяйте себя, с какой целью вы туда идете, и с чем вы оттуда выходите. Медленно слова. Медленно гнев. Это внутренняя реакция. Опять-таки, это реакция плоти. Сейчас мы будем дальше говорить об этом, потому что это очень серьезный момент. Мы дальше рассмотрим, что же это такое. Дальше мы читаем. Отложи всякую нечистоту. Всякую нечистоту. Остаток злобы и так далее. Это когда мы читаем слово, то слово человека обличает. И здесь человек должен быть настроен тоже, быть готовым с тем, что слово его обличит. Представь себе, Вася, мы с тобой стоим на улице, где-то там ходили, в мазута вымазались, в грязь вымазались, работали. Я говорю, ну подошли к фонарю, хоть пошли к фонарю подойдем. Да ты что? Сейчас мы увидим, какие мы грязные. Давай будем в темноте стоять. Я говорю, да пошли подойдем. Да нет, лучше в темноте, лучше пусть мы грязные будем и знать не будем. В темноте вроде все одинаковые. Так вот, когда человек подходит к слову, он должен быть готов к тому, что слово может его обличить. Может обличить. На грех указать, на недостаток указать. Что слово будет где-то подрезать его, формировать его. Так вот, готов ли я отказаться от какого-то греха, если слово меня обличит? Если я не готов, в итоге человек не будет исполнитель слова. Значит, одно из важных условий – быть готовым выслушать критику в свой адрес. Да, слово может меня критиковать. Оно и наказывать может, и обличать может. Оно, конечно, и наставит, и полечит, и путь укажет. Но вначале оно меня может, знаете, выровнять, подрезать то, что не нужно. Вот такую способность имеет слово. Написано, как меч. С двух сторон острый. Туда режет и назад режет. Очень острый. И разделяет, и отделяет. Поэтому мы должны к этому тоже быть готовы. Чтобы отложить всякий грех, всякую злобу, всякое коварство, всякую ложь, все что... Всякое мнение, когда слово нас будет обличать. И последний момент, или один из последних моментов здесь – это в кротости принимать насаждаемое слово. Смирение, подчинение, готовность выполнить это слово. Раз слово говорит, я буду подчиняться. Опять-таки, здесь мы касаемся вопроса нашей души, нашей воли. Выбор, мое решение. Кротость говорит о моем решении, что я могу быть не согласен, чувствовать, что я не согласен. Но я должен решить, я соглашусь. Писание говорит, выберите. Поэтому мы сегодня выбираем. Вы когда слушаете, у вас всегда есть выбор. Поэтому мы выбираем не на основе чувств, а на основе здравого смысла. Так говорит Господь, поэтому я выбираю. А я чувствую по-другому. Ну и что, что я чувствую? Вот эти чувства, написано, не могут восставать на душу. Мы должны разбираться, откуда идут чувства. Давайте мы немножко как бы расширим круг. То, о чем говорит вот то, что мы выше прочитали. Медленно слова, медленно гнев. Как я сказал, мы еще затронем этот вопрос, потому что это касается наших внутренних процессов. Это не внешняя форма. Это не то, какой мы гимн спели. Не то, как мы опрятно оделись. Здесь касается нашего внутреннего естества. Смотрите, что говорит Господь еще в Ветхом Завете, когда через пророка Исаию он говорит так. Это 55 глава, 7 стих. А так написано тут. Да оставит нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы свои. И да обратится к Господу, и он помилует его. И к Богу нашему, ибо он много милостив. Я хотел обратить внимание на два пункта. Оставит путь и помыслы. Что такое путь? Вот сколько раз читал это слово, всегда интересно было. Что это значит? Что это за путь такой? Нечестивый, неправильный. Нечестивый – это человек доставит свой путь. Вот почему? Что это за путь? Что такое путь? Путь мы знаем. Люди идут по пути, и путь к чему-то ведет. Как он, я понимаю, что такое путь, но как… В духовном смысле, да? Да, как он в духовном смысле, что это такое? Как он выявляется или проявляется через нас? Или как можно поставить два человека и узнать, по какому пути из них идет? Ну вот смотри. Опять-таки путь, если сказано путь, значит, это, скажем, колея движения, или это то пространство, или то место, по которому человек ходит. Мы знаем, что внутри человек ходит. Наша душа движется. Мы движемся за счет наших мыслей, помышлений. Написано, ну, то есть верующие люди уже знают, что мы ходим. Человек, ненавидящий брата, ходит, находится и ходит во тьме. Написано, не ходите, ходите. То есть мы внутри ходим. Ходим за счет наших помышлений. Ну, ходим почему? По пути. Вот, например, человек любит, ну, скажем так, сплетничать о ком-то. Что такое любит? У него уже накатанный путь. Он не всегда это делает. Он может заниматься другими вещами. Это может быть совсем добрый человек. Но как только предоставляется ему возможность, он начинает говорить, ему интересно говорить ложь. С удовольствием. С удовольствием, да. Сплетня – это ложь. Он услышал, добавляет, начинает говорить. Или, например, человек любит осуждать кого-то. Или человек любит, ну, мы знаем, кто чем увлекается. Так вот, это называется путем. Человек занимает такую позицию и начинает двигаться в ней. Берется какой-то предмет, берется человек, берется какое-то дело, и человек начинает двигаться. У него же накатанный путь, и он уже начинает, допустим, осуждать. Вот осуждение, да. Вот человек берет, вот ты, например, знаешь Петра Петровича. Ты говоришь, ну да, знаю, вот там брат такой-такой. А ты знаешь, и пошел человек разматывать историю. И у него это получается. Он не случайно начинает рассказывать о Петре Петровиче. Он любит это делать. Это привычка у него. Это путь, по которым он постоянно ходит. Другой, например, завидует. У него такой путь. И не один раз он это делает. И вот он увидел, услышал, и начинает человека так подпиливать, так подтачивать. Но внутри зависть, он это делает на основе зависти. У него путь такой. Или ненависть. Или, да, много разных путей. То есть, негативные привычки, которые так проявляются. Привычки, да. Это привычки человека. Это не случайная дорога. Это то, что человек привык делать. Он это делал вчера и третьего дня. Поэтому сказано, да, оставить человек нечестивый путь свой. Значит, человек должен оставить. Обратите внимание. Господь не говорит этому нечестивому человеку, молись, чтобы Бог разрушил эти пути. Не написано так. Человек сам должен это оставить. Сам должен оставить. Например, человек ленится. Например, человек опаздывает. Например, человек невнимательно слушает. Вот рассеянно слушает. Человек слушает проповедь, а в голову пускает разные мысли. Вот одновременно. Почему так происходит? А он привык. Вот у него путь такой. Идет в собрание, слышит проповедь. Идет на разбор, слышит разбор. Выходит, ничего не помнит. Почему? А он привык думать о другом. Во время разбора у него масса путей. И вот он мыслями ходит туда, назад. Смотрит. А, услышал слово. Так, я знаю, это в Библии где-то написано. И отвлекся. Куда отвлекся? На другие пути. Поэтому путь – это привычки, которые плоть нам предложила. Плоть предлагает эти пути, человек движется. Вот я интересно сейчас посмотрел в английском переводе. Думаю, интересно, найду я, что это привычка. Там написано «лайфстайл». Да. Лайфстайл – это… Образ жизни. Образ жизни. Да, ставить нечестивый образ жизни. Свой образ жизни. Так интересно просто. Да. Хотел подметить. Это то, что человек уже привычно делать. Он действительно сам создал этот образ. Да. Сам создал. И как я уже подчеркнул, еще раз подчеркиваю, что не молиться надо здесь, чтобы Господь убрал эти пути, а человек сам лично должен оставить. И обратите внимание, из-за этого у человека проблемы в жизни. Он сам не оставляет эти пути. Еще примешивает туда Бога, в собрание ходит, слышит, но пути не оставляет. Вы знаете, получается ситуация, как была в Израиле, когда стоял храм, в храме шло служение, и одновременно были высоты, где поклонялись идолам. Страшное положение. В субботу пошли в храм, в понедельник пошли идолам поклоняться. Как это сегодня происходит? Человек ходит в собрание, слушает слово, слушает проповедь, но отвлекается. Вы знаете, мы сегодня стоим на уровень выше. Не физически. В собрание физически пришли. Вы знаете, это еще ни о чем не говорит. Мысли. Где ваши мысли, где вы находитесь в данный момент? Вот это определяет, кто вы есть. Вы на нечестивом пути, на беззаконном, на грешном, на опасном. Вы сами выбираете. Я лично, каждый из нас выбираем путь, по которому мы движемся. Да, когда даже бывает, читаешь слово, главу читаешь, читаешь, а потом понимаешь, что вообще-то ты не о том думаешь. Надо обратно возвращаться. Поэтому доставить нечестивый путь, если это сказано к нечестивому, тем более к верующему человеку, верующий может оставить. Дальше. Беззаконник помыслы свои. Что за помыслы? Почему их надо оставить? На помыслах мы задержимся немножко, потому что это тоже непростая вещь. Иногда люди путают помыслы с мыслями. А это не одно и то же? Почти, но не одно. Представь себе, что, как бы это выразить, есть, допустим, сейчас мы разберем на основании слова, примеров может быть много, разница между мыслями и помышлением большая. Мысли – это то, что к человеку приходит. Мысли – это предмет для размышления. Мысли – это предмет для размышления. То есть, как на базаре, я, может быть, забегаю немножко вперед, на базаре, да, вот, встречаются с человеком, идешь, и мандарины человек продает. И вот, ты обратил внимание, о, давай мандарин. Ты такой, не-не-не, и дальше пошел. А бывает такое, что он, ну, давай мандарины, ну, давай поторгуемся. И начинаешь на базаре торговаться. Вот это уже, мне кажется, помышление. Это помышление. Если мы находимся на духовном базаре, вот, Писание говорит, что вообще-то мы покупаем что-то, это духовный торг. Или Христос говорит, притчу приводит о том, что рабы должны были пойти и пустить таланты в оборот, торгующим отдать, продающим. То есть, мы покупаем и продаем. Это, кстати, касается уже Откровения, вот, где написано за начертание, что человек не сможет ни купить, ни продать. Если человек не имеет печати Божьей, вы знаете, он на духовный торг даже не попадает, не попадет. Потому что только тот, кто имеет печать Божью, на челе и на правой руке, только тот может торговать духовными вещами. Вот как, мы знаем, раб один взял, пошел и закопал таланта. Он даже не пошел на торг. А тот, который пошел на торг, вот тот имел печать Божью. А если человек начертания не имеет, так вообще он не сможет ни купить, ни продать. Вообще он не выживет. Для него эти вещи закрыты, закрыты. Духовные вещи закрыты. Он не сможет, он не сможет приобрести, он не сможет пустить в оборот. Ну, такая тема. Помышление. Вот, смотрите, мысль. Мы посмотрим разницу между мыслями и помышлениями. Иаков, первая глава. Вот, опять-таки, Иаков, второй стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Искушение. Что же это такое за искушение? Это мысли, это чувства, которые могут возникать. То есть человек встречается, встречается с греховными мыслями. Встречается. Они приходят к нему в голову. Это не говорит, что они изнутри вышли, из его собственного сознания. Эти мысли приходят извне. Как мы знаем, ко Христу подошел искуситель и начал искушать его. Христос его понимал, значит, мысль пришла. Сатана говорит, Христос слышит, понимает, мысль пришла. То есть искушения могут приходить. Написано, Христос был искушен во всем. То есть мысли приходили, искушение приходило. Точно так как к нам сегодня искушение приходит, мысли приходят. Это один вариант. Здесь еще ничего греховного не случилось, если приходит мысль со стороны. Да, мы находимся в мире греховном. Да, у нас плоть. И мысли могут приходить. Писание не говорит, что когда человек покается, мысли все греховные отпадут. Искушений больше никогда не будет. Такого нет в Писании. Значит, будут приходить в форме мысли. И мало того, апостол Яков пишет, с великой радостью принимайте. Радуйтесь, когда впадаете в различные искушения. Вас провоцируют, вас заставляют. Мысли приходят через слова, через образы, как угодно. Дальше мы читаем. Эта мысль – это одна часть. Помышление, как мы прочитали у Исаии, написано, да, оставит беззаконник по мыслы. А вот по мыслу – это уже другое. Это когда человек берет эту мысль и начинает с ней разговаривать. Начинает заигрывать. Начинает рассуждать. Начинает общаться с этой мыслью. Второзаконие 15.9. «Берегитесь, чтобы не вошла в сердце твоя беззаконная мысль. Приближается седьмой год прощения, чтобы оттого глаз не сделался ни милостив к нищему брату твоему». Значит, смотрите. «Берегитесь, чтобы не вошла в сердце твоя беззаконная мысль». Когда же она входит? Она может прийти, здесь не об этом говорится, а вошла в сердце, чтобы не произошло согласие с этой мыслью. Вот где фокус. Мысль-то прийти может. Каждому человеку может прийти мысль. А вот согласиться – это уже, Господь говорит, чтобы не вошла, чтобы вы не согласились. А когда человек соглашается? Когда начинает помышлять об этом. Когда начинает смотреть на эти мысли. Торговаться с ними бывает. Заигрывать начинает. Торговаться. Выгодно, невыгодно. Получится, не получится. И вот человек начинает помышлять. Вот Господь говорит, вот эти помышления человеку необходимо оставить. Оставить – это греховное помышление. Оставить. Вот как мы выше читали у Якова, отложив всякую нечистоту, остаток злобы. Вот эта нечистота, когда человек имеет помыслы. Помыслы нечистые. Человеку необходимо оставить. Еще раз подчеркну разницу. Мысли – это греховное искушение, а помышление – когда человек сознательно начинает с интересом размышлять. Вот с интересом он уже принимает мысль и начинает общаться с ней. Вот в этом, вот это уже грех. Писание нам запрещает, запрещает помышлять о грехах, запрещает размышлять, вступать в любого вида контакта сознательного. Мысль может прийти, сказать, написано, все, уже она отбивается, мы уже защищены от нее. Но если мы не ставим слово как защиту, как меч, а сами начинаем рассуждать с ней, вот здесь могут возникнуть проблемы. Когда мы читаем Деяния, 5 глава, 3 стих, это уже первая апостольская церковь, история за Ананию и Сапфиру. Петр сказал Анане, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому? Посмотрите, допустил. Значит, мысль пришла. И вы знаете, я думаю, не только к одному Анании и Сапфире пришла такая идея. А что если сохранить деньги? А что если часть только отдать? Я больше чем уверен, что такие искушения приходили к другим людям. Конечно. Но они не приняли, они не согласились. А вот Анании и Сапфира начали торговаться и таким образом приняли. Поэтому помышление – это обдумывание с целью принять, с целью согласиться, с целью какую-то выгоду поиметь. Поэтому Писание говорит, что помышления такого рода опасны. Они ведут ко греху. Да, ставит человек такие помышления. Как же практически нам нужно это делать? Что практически мы можем оставить? Если Писание говорит «оставить» такого рода помышления, и Иаков пишет, что без того, что мы оставим такие помышления, невозможно будет исполнить волю Божью. Вот что же нам практически, как нам в практической жизни это применять? Когда вы читаете слово, какое бы это слово ни было, мы читаем все Библию, читаем, слушаем, читаем, вспоминаем. И каждый раз, когда вы берете слово, вот здесь говорится, мы прочитали о том, что да будет человек скор на слышание. То есть речь идет о том, что человек соприкасается со словом каким-то образом. Через чтение, через интернет, радио, или еще каким-то образом соприкасается. И в момент соприкосновения могут возникать плотские противления. Так вот, человеку необходимо оставить всякие противоречащие слову мысли. Абсолютно оставить все. Возникать будет? Конечно, будет. Это естественно. Что может возникать? Ну, например, неверие. Ну, например, сомнение. Ну, например, несогласие. А вы знаешь, а вот в нашей церкви об этом не говорится. В Писании сказано, что Христос это делал. А вот в нашей церкви этого нет. Наверное, я не приму. Ну, к примеру, вот Христос воскрешал мертвых. Я уже беру такое, ну, крайний случай, да? А вот в нашей церкви этого не было. Наверное, сегодня это уже не происходит. Вы знаете, я слышал, что люди так думают. А почему так думают? Христос не сказал, что в 2014 году не будет воскрешений. Наверное, потому и нету, что люди так не думают. Откуда пришло такое мнение? Ну, наверное, от плоти. Плоть желает смерти. Дух к жизни ведет, а плоть желает смерти. Поэтому, когда у человека возникают такие мысли, ему нужно спросить, откуда они пришли? Такие мысли, такие помышления. Медлительность. Откуда пришла медлительность? Когда мы читаем слово «доставить нечестивый путь». Вот человек, допустим, слушает слово, слово его обличило. Например, человек сомневался. Например, человек мнение церкви или мнение церквей, или мнение личное, или мнение общества ставил выше мнение Божие. И вот он услышал, это нужно оставить. Почему? Для чего? Ради Христа, так говорит Бог. Если слово говорит, это абсолютный авторитет. Вот услышал. Хм, оставить, не оставить. Если только пойду за Христом, меня же будут гнать сразу. Кто? Свои. Скажут, ты что тут? Умнее всех, что ли? Умнее нас? Как это тебе Бог открыл, а нам не открыл? Человек думает, да, согласиться со Христом, потерять дружбу с людьми. Ну, с церковью, с верующими, конечно, не с неверующими. Стать белой вороной? Ах, так это заметно. Выгонят? Буду один, одинок. Нет, лучше я соглашаться не буду. Лучше буду, как все, как серая масса, зато буду принят людьми. А, Слово Божие, ну, перелистну на другую страницу, чтобы меня это не касалось. Вот такого рода лукавства нужно оставить, говорит Господь. Вообще, за кем мы идем? Вообще, куда мы идем? Вообще, в кого мы верим? Вообще, кто нас спас? А вообще-то, кто вообще над нами стоит? Церковь стоит. Почему я говорю церковь? Потому что сегодня люди, я говорю о церкви сегодня с той точки зрения, что человек, это не то, что в церковь ходить не нужно. Нужно обязательно ходить, изучать Писание, дай, аминь. Речь идет о том, что человек говорит, а вот люди в церкви живут так. Понимаете, есть в церкви и пшеница, и плевелы, они там есть. Уже какой процент, один Бог знает. Но пшеница и плевелы есть всегда. Поэтому человек говорит, а вот там кто-то обманывает и проходит. Ты знаешь, мертвым не падает, как Анания и Сапфира. Можно чуть-чуть обманывать. А вот в собрании такое понятие у нас, знаете, такое плавающее, серое понятие. И я придерживаюсь. Если только я займу позицию Христа, так это могут выгнать из синагоги. Нет, лучше я синагогой буду, зато без Христа. Ну, Христа аж не видно. И никто не понял, что я от Него отказался. Зато я принят обществом. То есть, вот здесь человек, знаете, как лавирует? В духовном мире это все видно. Кому вы принадлежите? К обществу или ко Христу? Возненавидели ли вы отца, мать, братьев, сестер, себя, жизнь, душу ради Христа или нет? Возненавидеть нужно ради Христа. Это не то, что ходить всем там зло причинять. Нет, ради Христа. Чтобы между вами и между Христом никто не встал. То есть, авторитета не было между этим. Да. Вот такие люди будут приняты на небеса, между которыми, у которых нет посредника между ими и Христом. Ни человека, ни общества, ни организации, ни союз никакой. Никого нет. Он и Христос напрямую. Поэтому сегодня мы должны проверять, перед кем мы ходим, какие чувства мы испытываем, каким мыслям мы доверяем. Писание говорит, что нам необходимо оставить. Неверие, сомнение, несогласие, медлительность, страх, всякого-всякого рода мысли. Иногда люди не могут оставить отрицательный опыт. Вот часто мы говорим об исцелении, или Писание говорит об исцелении, и у людей сразу возникает что? Смотрите, на первый взгляд, обратите внимание, когда речь идет об исцелении, о чем люди сразу говорят, не получилось. Да, это самое первое. Самое первое, они, наверное, забывают, что Иаков сказал, не будьте скоры, будьте медлительны на слова неверия, а человек за языком не следит. Представляешь, какой у него будет успех отрицательный. Что ожидает такого человека? Падение. Почему? Потому что он говорит против Слова Божьего. Что там у людей было, мы не знаем. Почему у них не получилось, мы не знаем. Слово говорит, что исцеление должно быть. Христос взял немощи и болезни. Кто может опровергнуть этот факт? Христос прощает грехи. Христос умер. Кто может опровергнуть этот факт? Кто? Да никто. А если сказать, посмотрите, сколько миллионов людей неверующих? Наверное, Христос не все грехи взял. Вы знаете, так далеко можно зайти. Так вот, когда мы говорим о вещах, которые записаны в Писании, вот здесь мы должны следить за своим языком. Что мы говорим? От какого духа мы говорим? От плоти мы говорим? Или от Духа Божьего говорим? Соглашаемся мы со Словом? Или мы противоречим? Почему человек говорит? Даже по поводу исцеления. Вот, когда речь заходит об исцелении, люди говорят, а вот не получилось, а вот не вышло, а это у тех, а это у других. С какой целью они это делают? Хотят опровергнуть Слово Божие. То есть, такие люди будут отвечать перед Богом за свои слова. Да, у кого-то не получилось. Мы не знаем, правильно, неправильно, что там было. Но тот человек, который говорит против Слова, вы знаете, повинен суду. Все. От слов своих написано «оправдаешься и осудишься». Этот человек возвысил голос на самого Христа. Этот человек возвысил голос на дела Христа. Этот человек возвысил голос на дела Духа Святого. Я не знаю, на что этот человек надеется. Мне страшно вообще такие вещи даже... Говорить. Говорить, да. Потому что это настолько серьезно, а человек язык не держит. И вы знаете, как направо и налево высказывает слова неверия, и таким образом хочет сломать Слово Божие, подмять под свой негативный опыт. Да, в принципе, никогда не задумывался, почему это люди говорят. По какой цели люди говорят эти слова неверия? Я тоже встречался несколько раз так. Ну, я говорю, есть. Слово так нам говорит. Люди говорят, ну, там у какой-то бабушки не получилось. Я думаю, ну, интересно. Может быть, у бабушки не получилось. Может быть, у дедушки не получилось. Писание говорит, что у Христа получалось. Может быть, они что-то не то сделали. Может быть, веры не было. Может быть, я не знаю, какие причины. Ну да, это понятно. Причин много. Причин много, да. И опять же, нужно смотреть на слово, где там написано, что у Христа не получилось. Вот этому поверю. И даже если у них не получилось, я же строю свою веру не на тех, у кого получилось или не получилось, я веру свою строю на дела Христа. Вот здесь мы и проявляемся, в кого мы сегодня верим, во Христа или в авторитет людей. Вы знаете, исцеление – это не единственный пункт преткновения. Это как пример, да. Например, смерть для греха. О, сколько говорили смерть для греха! Посмотри, как плоть проявляется. Кто там умер? Стоп! Как кто умер? Христос же умер, и мы вместе с Ним. Как можно сказать, что я не умер? Если только я говорю не так, как Христос говорит «мы умерли», а человек говорит «а я не чувствую», так кто там советовался с Ним чувствовать, не чувствовать? Христос говорит «я взял весь мир», написано «весь мир умер со Христом». Писание говорит весь мир, а человек говорит, я не чувствую, что весь мир умер, я даже сомневаюсь вообще-то, я не чувствую, что и Христос умер, вот поэтому я говорю, что наши чувства могут далеко нас завести, как правило, они ставят нас на ложную дорогу, и это мы должны оставить. Почему мы должны их оставить? Почему доставить? Потому что они, написано, восстают на душу, восстают на дух, плоть противится духу, вот почему идет противление, потому что эти, всякое противление, всякое отрицательное мнение, всякое недоверие, всякое сомнение идет от плоти. Да, плоть внутри нас, и мы должны понимать, она внутри нас, и она начинает нас провоцировать, не согласиться со словом, а лучше даже и отвергнуть слово, так будет легче. Вот это, за этим мы должны следить. Если только человек не оставляет, он не исполняет в конце концов слово. Если человек прислушивается плоти, в конце концов он не исполняет слово. Господь повелевает оставить всякие помышления, которые мешают, которые не дают росту слова. Оставить, оставить. И вот сегодня мы стоим перед выбором, оставите ли вы, оставлю ли я. И мы точно знаем, что нам мешает. Мы читаем слово, и у нас возникает преткновение, у нас возникает противление, сопротивление. Оставим мы эти мысли, или будем присоветоваться с плотью и кровью? Вот то, что я хочу еще заметить, такую маленькую вставочку, что Бог дает нам силу. И вообще у человека есть выбор, принимать вообще мысли, которые придут, или не принимать. Потому что часто люди думают, ну, мысль придет какая-то, и будем с ней соглашаться. Ну, мы не имеем как бы власти над нашей головой, и давай, как в каталог туда, все складывай, все подряд. Но вообще-то мы можем противостоять. Написано, противостойте дьяволу, и убежит от вас. Противостоять нужно этой мыслью, и чтобы, ну как, не пускать. Сказать, да я не буду, ну как, принимать эту мысль. Я не буду соглашаться с ней. Я с тобой не согласен. Так и сказать внутри надо. Сколько раз ко мне, например, приходили мысли, и я говорил, я с этой мыслью не согласен. Так слово не говорит. И потом, когда понимаешь, что ты, оказывается, находишься на коне, что ты выиграл эту битву, вот тогда начинаешь это все понимать. Слава Богу за это. Да, слава Богу. Написано, кому вы отдаёте себя в рабы, того вы и рабы. Да. То есть, отдаёте. Отдаёте себя для послушания. Если человек слушается, то есть мысль может приходить, то ли плотская, то ли греховная, то ли от самого сатаны. Может прийти мысль. Написано, кому вы отдаёте себя в послушание. Вот в этом секрет, или в этом ключ успеха или поражения. Приходит мысль, и нужно разобраться, от кого она пришла. Стоит мне её слушаться или не стоит. Помните, когда ещё израильский народ ходил по пустыне, и к ним пришли люди, и сказали, мы издалека, ботинки нас потёрлись, хлеб у нас уже чёрствый, сухой, мы уже из такого далека пришли. И евреи заключили с ними союз. А оказалось, это были их соседи. То есть, они не вопросили Господа, они не обратились к Слову. Сегодня это Слово. Не обратили. Если человек, ну, вроде бы, выглядит неплохо, по-человечески, да, надо жалость проявить, да, надо согласие проявить, по-человечески, по душе, по плоти. А Дух говорит, истребить. Истребить. Пришла, у вас появилось мнение какое-то, выглядит, вы знаете, хорошо, неплохо, вот так вот неплохо выглядит. Писание говорит, истребить. Истребить. Поэтому, когда мы читаем Старый Завет, Ветхий Завет, там, израильский народ, Божий народ истреблял язычество, сегодня точно так мы должны истреблять из своего сердца всякое противление, всякое несогласие, всякое сомнение, не давать ни места, ни территории в своём сердце. Господь говорит, это проклятое всё, это нечистое, всё, что не от Бога, подлежит истреблению. Вот таким образом мы сегодня должны подходить. Израиль воевал для того, чтобы завладеть обетованной землёй. Насколько сегодня вы воюете, чтобы предоставить территорию своего сердца для Христа? Насколько у вас сегодня война происходит? Позволяете ли вы слову вселяться в вас обильно? Опять возвращаемся к нашему тексту. Для того, чтобы исполнить слово, необходимо выполнить условия. Мы уже говорили, рождение свыше, быть скорым на слышании, медленно слова, медленно гнев, оставить то, в чём нас обличает слово, то есть покаяние оставляет. И вот дальше, 23 стих. Якова 1 глава. «Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица свою в зеркале. Он посмотрел на себя, отошёл и тотчас забыл, каков он». Значит, смотрите, человек смотрит на своё лицо, вот в зеркало мы часто смотрим. И насколько мы помним в течение дня, как мы выглядим, да забываем. Проходит несколько минут, человек забыл, как он выглядит. И вот Яков берёт этот пример и говорит, что человек вообще-то смотрит не туда. Это в первую очередь. Куда он смотрит? На природные черты. Человек, опять-таки, подход подходит к слову. Он не всегда смотрит. Он подходит к слову. И тут же он начинает смотреть на свою ветхую природу. Какая ветхая природа? Слабая, ничтожная, неспособная, неверующая, неисправленная. Характер всё нечистое. Человек смотрит на греховную сторону. На природную сторону. Природную сторону греха. Яков говорит, стоп, туда вообще смотреть не нужно. Если только вы, читая слово, если вы читаете слово, или я читаю слово, Господь говорит, давайте смотреть на это слово. А вы, стоп, подожди, на какое слово? Вот земля. Вам поставили на стол тарелку, я не знаю, плова или ещё чего-то. Вы знаете, а вот в Африке вот там яд предлагают, а вот где-то там под мостом тухлые вещи предлагают, тухлые продукты. Да такое есть. У вас на столе самый свеженький плов, самая свежая еда, чистая, натуральная, ешьте. Вы знаете, вот там кто-то ел, да отравился, какую-то консерву съел во время войны. Да зачем нам туда вообще смотреть? Так вот, когда человек читает слово, он начинает даже молиться так, я слабый, я немощный. Он провозглашает свою плоть. Представляете, поклонение плоти идёт. Почему он слабый и немощный? Яков говорит, не смотрите туда. Ну не смотрите. Почему нельзя смотреть? Потому что не будет исполнения слова. Когда человек смотрит на плоть, он имеет ложное о себе представление. Богу об этом говорить не нужно. Человеку Господь нам нигде не говорит, смотрите на свою немощь, смотрите на своё бессилие, смотрите на свою плоть. Наоборот сказано, плоть, мы умерли для греха. Плоть, чтобы бездействовала. Плоть на вас не имеет никакой силы, никакой власти. Вот об этом мы читаем. Чтобы не царствовал грех. А мы о чём думаем? Какой грех сильный? Как он завладел молодёжью? Как он завладел в этом мире? Как он моё сердце овладел? Уже он там косматой рукой положил на пульс моего сердца. Я такие молитвы слышал. Думаю, что там? Это одержимый человек. Если уже косматый руку свою положил на сердце, извините меня, что это за состояние? Писание говорит, что во Христе сатана не прикасается, а если человека держит сам косматый, ну куда же тогда он попал? Спасаться надо. Не молиться даже в церкви, потому что-то соблазн будет другим. Что это за человек? Как человек такой туда попал? Слабый, немощный, хилый, бессильный, плотской, греховный, самый наименьший, самый наихудший. Но надо покаяться, и Господь вас сделает святыми, праведными, чистыми, возлюбленными, на небеса посадит. Никакой косматый туда не доберётся. Человек рассматривает природные черты. Да, это ветхие черты. Они старую природу рассматривают. Он говорит, что слово говорит вот так вот хорошо написано, но я с этим немножко не согласен. Я вот буду смотреть на то, что у меня в жизни проявляется. И что у меня проявляется? У меня проявляется, скажем, слабость. Там нету мира, нету покоя. Вот эти вот природные черты, я же к ним привык, они всегда у меня проявлялись до того, как я был верующим. Он говорит, ты знаешь, ты меня не переубедишь, они у меня есть. Да, они есть у меня. И даже не подходи, я вот там вот буду. И грехи, говорит, у меня есть, и слабости есть, и зависимости есть. А ты, говоришь, мы святые. До каких же пор ты будешь туда смотреть? Писание говорит, туда смотреть вообще нельзя. Нужно смотреть именно на нового человека, на новую тварь. Ну, может быть, действительно, и нового человека там нет. И такое положение может быть. Если у человека действительно не на что смотреть, тогда там только плоть и остается. А вот Господь нас называет новым творением. Смотрим ли мы на это, на новое творение? Думаем ли мы о себе, что мы дети Божьи или нет? Думаем ли мы, что мы живые? Написано, почитайте мертвыми для греха, живыми для Бога. Вот образ мышления такой. Если я не имею такого образа мышления, я же слово исполнить не могу. Думаю ли я о себе, как... Я получил способность быть исполнителем заповеди Нового Завета. Я могу служить Господу. Почему? Господь меня таким сделал, наделил такой способностью. Думаю я об этом или нет. Когда я читаю слово, слово кажется, ну, невыполнимо. Почему так кажется? Потому что мы ориентируемся на нашу ветхую природу. Вот почему кажется слово такое большое. Я не способен это делать. А нужно же смотреть на заслуги, которые сделал Христос. Смотрите, во Христа мы попали. Смотрите, мы стали членами Христа. Христос говорит, вы стали Моим членом. Значит, вы можете исполнять повеление головы, повеление Мои, волю Мою. Вы же стали членом Моим, органом Моим. Вы не так, что рука отдельная от тела лежит. Она не способна. Рука в теле, нога в теле, ухо, глаза. Глаза, все в теле. Вы способны проявить мои функции, мои качества. Я голова, я Христос, я сила, вы только часть моя. Как мы на себя смотрим? В какое зеркало мы смотрим? Ром, зачем нам нужно смотреть именно на те качества, о которых говорит нам Писание? То есть, природу, о которой рассказывает нам Писание. Зачем нам нужно туда смотреть? Почему нам нельзя оставаться слабыми или вот такими плохими? В этом есть духовный закон. Вот написано так. Худые сообщества развращают добрые нравы. Вот представьте себе, у вас есть, например, тебя Вася возьмем, да? Что далеко не хотите. У тебя есть друзья, которые не совсем хорошие. Ну, как сказать? Знакомые. Знакомые есть, да. Есть, да? Да, знакомые. А есть знакомые, которые хорошие? Есть. То есть, есть категория плохих, есть категория хороших. Да. Смотри, вот у тебя есть и те, и другие. У тебя есть выбор, дружить с плохими друзьями или дружить с хорошими друзьями? Сто процентов. Сто процентов. Есть выбор. Если ты дружишь с друзьями плохими, ты обязательно, у тебя будет идти духовное разрушение. Аминь. Если ты будешь дружить с духовными друзьями, у тебя будет идти духовный рост. Вот точно так и здесь. Если мы, у нас есть плотская сторона. Если только мы с ней будем дружить, разговаривать, помышлять, написано «станем плотские», в конце концов смерть. У нас есть Дух, у нас есть истина, у нас есть Христос. Если мы общаемся с Ним, у нас будет рост, у нас будет жизнь. Помышление духовное, жизнь и мир. Духовное помышление. Значит, весь фокус в том, с кем я дружу. Дружу с плотью, помышляю о плотском. Будут проявляться плотские помышления. Сам буду плотской, в конце концов смерть. Если я помышляю о духовном, жизнь, мир, рост, общение, Дух будут проявляться. Как может человек исполнить Слово Божие, если думает, что он слаб? Или он не способен? Он не способен. Он не встанет, он пальцем не пошевелит. Смотрите, сколько людей сегодня ходят в собрание, слушают Слово и не исполняют Слово. Почему? Они думают, что они слабы. Почему не думают? Они смотрят на свою греховную сторону. Господь говорит, я знаю, что у вас есть плоть. Смотреть туда не нужно. Когда израильский народ ходил по пустыне, их жалили змей, самые настоящие, самые ядовитые. И люди умирали по-настоящему. Моисей поднимает медного змея, говорит, смотрите туда. Только смотреть. Змей не прикасался физически этот медный. Никто там уколы не делал обезболивающие, никто не перевязывал. Посмотреть. Контакт, взгляд, контакт. И что происходило? Исцелялись, оставались живыми. Поэтому сегодня, если человек смотрит на этих, на змеиный яд, на свою плоть, на свои недостатки, на свою неспособность, он будет умирать. Умирать будет. Но если он будет смотреть на дух, на жизнь, на истину, на слово, на Христа, на его заслуги, ну, как говорит Писание, он будет жив. Вы знаете, срабатывает и в ту, и в другую сторону. Как человек может победить проявление плоти, если он не видит себя мертвым для греха? Если он не смотрит на слово, которое говорит, мы умерли для греха, как же он может победить? Никогда не победит. Поэтому Яков говорит, поэтому Исаия говорит, апостол Павел говорит, оставить помышления. Да, мысли могут приходить, да, чувства могут быть, не обращать на них внимания. Вот в этом секрет. В этом секрет духовной жизни мы находимся между двух огней, плод и дух. И мы выбираем, с кем дружить, мы выбираем, какие помышления мы будем иметь. Мысли, как я уже говорил, могут приходить, но если мы их отвергаем, не принимаем, ставим слово, которое говорит, мы умерли, мы свободны, тогда мы смотрим на новую природу. Не на старую, а на новую. И что самое интересное, вот эта новая природа, она не просто там сидит, она начинает проявляться через нас. Вот эти вот плодские помышления, плодские проявления, будет правильнее сказать, они отпадают потом. Если мы смотрим вот именно на святую сторону, кем нас сделал Бог, на слово. Давайте мы еще прочитаем один стих, будем заканчивать. Второе послание Коринфянам 3,18. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая куда? На славу Господнюю. На славу Господнюю преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Взирая, преображаемся. Взирая, преображаемся. Взираем на что? На плоть? Нет. На старые проявления? Нет. На грехи? Нет. На слабости? Тоже нет. Взирая на славу Господнюю. Что говорит Господь? Со Христом мы умерли. Во-первых, Христос нас простил. Со Христом мы умерли на кресте. Со Христом мы воскресли. Мы находимся в теле Христа. Написано, вы храм Божий, Дух Божий живет в вас. Написано, Господь дал нам Духа для того, чтобы знать дарованное от Него. Написано, Дух Святой обличает нас, работает с нами, утешает нас, наставляет нас. Вот на что нужно смотреть. Христос это для нас открыл. Говорит, смотрите на истину. Смотрите на Дух, смотрите на Слово. Смотрите на славу, которая у меня есть. Христос пришел и принес свое царство. Не слабость принес, не тюрьму принес. Не просто со стороны посмотрел на людей. Он пришел в этот мир, говорит, царствие мое пришло. Я имею власть, я имею силу, я имею свободу делать то, что я хочу, говорит Господь. Что такое власть? Он способен, имеет способность проявлять свою волю. Я хочу, чтобы вы были святы. Мы святы. Я хочу, чтобы вы были живы. Мы живы благодаря Слову, благодаря истине. Что от нас требуется? Смотреть. Смотреть. Смотреть – это иметь духовное помышление. Смотреть на славу Христа, на Его заслуги. И не просто на Его, как, ну это Христос сделал. Это нас касается. Мы сегодня во Христе. Мы сегодня защищены Христом. Мы спасены, мы вставлены. Написано, Дух Святой крестил нас в тело Христова. Погрузил. Мы стали членами, детьми Христовыми. И теперь мы там через познание истины прирастаем к телу Христову. Но мы уже там. И вот на это нужно смотреть. Буквально 30 секунд, и мы подытожим то, о чем мы говорили. Для того, чтобы нам быть успешными в духовной жизни, для того, чтобы нам иметь плод и проявлять Слово Божие, нам необходимо быть рожденными свыше, быть готовыми на слышание, быть медленными на слова неверия, быть медленными на гнев, быть готовыми отложить всякую нечистоту, покаяться, оставить остаток злобы, в кротости, принять насаждаемое слово, в кротости согласиться с этим, не смотреть на старые привычки, не смотреть на старую натуру, не смотреть на греховные проявления, смотреть на нового человека, который создал Господь во Христе. Мы новая тварь, новое творение, новые люди. Мы святые, избранные, спасенные, запечатленные. Господь дал нам обетование. Вот все, что Господь нам дал, слава Его. Слава Его. Вот на эту славу нам необходимо смотреть. Тогда будет у нас успех. Вот тогда будет у нас проявление. Вот тогда будет у нас исполнение Слова. Да поможет нам Господь, чтобы мы слушали Слово, не забывали, размышляли о духовном. И таким образом мы будем исполнители Слова, не слушатели только. Да благословит Вас Господь, да поможет Он нам всем не только слушать, но и исполнять, сажать в сердце и выращивать духовные плоды. Да благословит всех Вас Господь. С Богом. До следующей встречи. С Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok